итак давайте подумаем с чего начинается картина конечно же сформирование своего хорошего натюрмортного фонда и сейчас вот елена и нона расскажут как это делается где мы были сегодня мы сегодня гуляли но гуляли уже с целью идти на родинах находимся мы сейчас в германии и в германии каждый суббот каждое воскресенье где-то в каком-то городке есть отдельно рынке и в принципе называются они трудно и там продаются сплошь обрядом все от антиквариата до каких-то просто мелочей которые нужны и даже новые вещи и дело в том что мы запланировали уже такую поездку себе ради ради нового проекта о котором расскажешь лена и в принципе вот собрали мы вот такую вот коллекцию мы прям вам посылаем сейчас такое пожелание подсоединяться к нам посмотрите какие предметы мы купили и они нам помогут развивать дальше то что мы задумали у нас одно слово только звучит сейчас в голове богема мы хотим сделать богемные картины посвященные конечно германии которая нас приютила да марлен дитрих серебряный век чашечки фраже посмотрите на это фраже ноночка какие ты сегодня да вот ту поварежечку взяла да вы чувствуете да какие предметы с историческим как вам сказать флером мимо которых мы могли пройти мы сейчас в таком восторге находимся да и сколько мы всего потратили всего мы потратили я потратила 25 евро а ноночка потратила 50 евро и мы клянемся и вам отвечаем что мы из этих денег сделаем 10 тысяч евро если мы втроем владимир можно уточнить каждое каждому да владимир ильичев елена ильичева и нона биттер напишем такую каплю большой проект под названием богема и посмотрите я очень счастлива за эту скатерть я долго ее искала ручная работа и старинное действие это кто-то сделал в начале двадцатого века она не скажу что сильно дорогая но все-таки дороже чем мелочевочка какая-то но на каким-то предметом сегодня очень счастлива я сейчас счастлива вот этой чашечкой потому что я ее подобрала у меня уже две есть да вот такая вот чашечка абсолютно фарфор и настолько она не запала в душу естественно вот эта чашечка лампа у меня есть уже кое-какое количество ламп но она такая изящная 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 и стекло конечно да именно стекло отражение вот нету у меня такого с отражателем да а чего вот я вдруг хватала вот такие поделочки уточку да вот посмотрите какого кролика мне даже подарила женщина так и просто ностальгический момент и а как бы окунаемся в то время когда мы были очень счастливы дети и подростки а вот эта штучка она нам пригодится как типа духи типа наливают до люди она многофункциональная в принципе да и ликерчик какой-то это скорее всего это именно тара для алкоголя но она сыграет да сыграет роль если мы что-то какую-то мужскую территорию для духов то она уже даже не мужскую она такая очень многофункциональная туалетная вода туда знаете как ну вот в такой можно вот такую охапку ромашек бахнуть да или вот в такие маленькие нуночка покажи да тоже для маленьких цветочков это идеально изящная форма а вот такие посмотрите какие хорошие салфетки которые можно подставлять под маленький натюрмортик покажи тот маленький натюрмортик который имеет право вот смотрите да вот но на маленький натюрмортик он-то маленький но стоит он немало так или мой сейчас я покажу тоже натюрмортик тоже из таких предметиков видите это маленькие когда мы просто баловались а сейчас начнем работы 80 на 80 90 на 70 и так далее я вам хочу сказать вот красивые красивые такие весы классные и вот сначала может показаться что там одной чаши не хватает а на самом деле там всего хватает просто конструкция продумано так что используется противовес здесь ограничитель в принципе до килограмма как я понимаю 1 и 5 я вам скажу по секрету что очень востребованные мужские натюрморты вы же знаете собираем натюрморты тематически и мужчины они просто хотят что желают желают да они вожделеют вот такие натюрморты которые показывают в кабинете покажут вот их атрибутику это же не женские вы сразу видите что это писатель пепельница книги лампа пишущая машинка а вот еще и трубка которую наши девушки купили так как мы сейчас занимаемся графикой и в образ в образ вообще необходим еще я считаю а еще самое самое главное интересная штука один на себя вот я отдела уже такая кепочка типа арт-объект на себе а аноночка посмотрите какая хлоп дедушкина шляпа хлоп вот она бабушка курит трубку дедушка носит шляпу очень классно а вот туфельки вы помните когда мы всегда с вами собираем туфельки которые типа носила наша бабушка или тетушка или какая-нибудь допустим актриса да немого кино и вот такие иногда попадаются малоношенные но в то же время очень уютные и вот такая ткань да тоже захотелось нам такой ткани купить как типа драпировочки и мы просто сегодня счастливы и мы вам всем желаем не пропускать блошиных рынков которые которые которым возможно надо будет поехать в другой город правда же но на но не всегда поблизости в округе в принципе как здесь всегда в каком-то районе если большой город то в районах а если какой-то маленький городок то соседний город каждый суббой каждое воскресенье желаем вам пополнять ваш натюрмортный фонд для того чтобы потом легко и просто разговаривать со зрителем с помощью этих исторических предметов скажи еще пару советов чего надо избегать то есть что покупать мы понимаем флёр старинный и так далее а вот чего мы никогда бы не купили там были же такие какие-то моменты допустим что нельзя покупать есть предметы которые сами о себе уже все сказали допустим сильно расписные вазы и прежде всего нельзя покупать может быть музыкальные инструменты которые уже сами по себе являются арт-объектом которые не надо рисовать типа гитара скрипка балансирует да вот может быть не надо дудочки какие-то но старинные стулья надо да обязательно тупочки какие-то надо и самое опасное вы когда идете по блошиному рынку у вас много стоит предметов перед вами до обстоятельства глаза разбегаются не знаю что он становится и на что мы больше всего обращаем внимание на форму на форму на классическую форму понимаете потом уже цвет расцветочка дотрагивание осознание времени мы спрашиваем про эту шляпу и девушка говорит это шляпа моего дедушки которые он не носил она у него просто лежала какая-то дедушка вот вся выставка но она посвящена дедушке там и дедушкины яблоки и так далее а я кеды себе купила для того чтобы хорошо ходить и чувствовать землю под ногами а знаете это ностальгия типа в двадцатом веке мы на физкультуре бегали в кедах вот так вот мы баловались сегодня и желаем вам тоже самое делать не жалейте маленьких денежек для того чтобы потом из них сделать огромные потоки денег до сих пор Lenка он 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 ать ует он и